Ну, на этой неделе скончался американец, который прилетел в Техас из Либерии, скончался от вируса Эбола. Это стало новостью номер один в Америке, и, собственно, с его появления в американском госпитале началась целая медиа-компания. Собственно, так и это обсуждалось, каким образом и что дальше будет происходить в Америке. Вот был преодолен этот первый барьер, при том, что барьеры в Либерии довольно серьезные, ты должен отвечать на данные анкеты, ты должен, не знаю, мерить температуру и так далее и тому подобное. Тем не менее, собственно, ну, как выяснилось, тот этот пациент, который скончался, он соврал, он не сообщил о том, что он переносил ребенка, больного ребенка, и вот в итоге умер. Ну, так устроена пресса в Америке, что, в общем, тут же начинается, ну, нечто похожее на панику, скажем так. Журнал «Нью-Йоркер» уже успел пошутить на эту тему, что кроме лихорадки Эбола есть лихорадка боязни, лихорадка Эбола, которой, ей можно заразиться, если включить Fox News или CNN. Ну, тем не менее, страны реагируют, ну, вот, как уже было сказано, сенаторы, это немножечко такая чрезмерная, может быть, реакция, но они уже предлагают закрыть границы стран Западной Африки, которые поражены этим вирусом. В общем, точно будут изменяться, это уже можно не сомневаться, изменятся, собственно, скрининги в аэропортах, точно будут введены дополнительные меры, это будет происходить не только в Америке, это будет происходить в Европе, в Британии, везде, куда может прилететь, где может появиться инфицированный больной. Где в этой картине, новой картине, где мир борется с Эболой, где в ней и Россия? Как она реагирует на эту угрозу, названную в числе одной из самых главных на сегодняшний день? Павел Лобков считает, что Россия пока не вписывается в этот всемирный тренд. Да, Миша, ну, официально вероятность попадания Эбола в Россию оценится процентов не в 10, не больше, но ведь важен первый пациент, его пока нет. Да, собственно, после вчерашней первой смерти от Эболы Томаса Дункана в США, сенатор-республиканец от Иллинойса Марк Кирк заявил, что все полеты в Либерию, Сьерра-Леона и Гвинею должны быть прекращены, границы стран полностью закрыты, не без участия, возможно, американских войск. Так вирус испытывает развитые страны на политкорректность. Одно дело давать в Осло Нобелевскую премию пакистанской девочке Малале, которой очень хотела учиться, и совсем другое признать, что в случае реальной опасности концепция мира меняется, и самая разумная альтернатива – это возврат к венецианским чумным карантинам 1348 года. Одно дело запретить ставить кармен в австралийских театрах, потому что главные персонажи – это курящие девушки, которые пропагандируют нездоровый образ жизни. И совсем другое – признать обитателей нищих, забитых стран Западной Африки согражданами того единого мира, которому грозит глобальное потепление, и над которым компания Google разворачивает флот беспилотников, чтобы обеспечить жителям медвежных углов земли доступом в интернет. Эбола шагает по Европе. Испания, Македония с особым трепетом вируса ждут в Северной Африке и Великобритании. Быть сверхдержавой, куда стремятся миллионы жителей третьего мира, конечно, почетно и престижно. Но это огромное бремя, это очень опасно. Великая Голландская империя, возя в империю в Европу драгоценные пряности, подцепила великую же чуму. Великая Испанская обменяла золото инков на сифилис, который стал главной болезнью эпохи Возрождения. Вот знаменитый фильм Михаила Швейцера «Маленькие трагедии». Пушкинский текст опять актуален. Что там белеет? Говори. Корабль. Испанский. Трехмочтовый. Пристать в Голландию готовый. Наем мерзавцев. Сотни три. Две обезьяны. Бочки злато. Да б груз богатый шоколада. Да водная болезнь, она недавно вам подарена. Арсул Рустельса Сальварсан. Вот за моей спиной реклама. Ампула в полграмма 6 рублей. Не то чтобы дорого для 1916 года, но это номер в гостинице класса «Империал» на сутки. Но уколы крайне болезненные от самого лекарства, которое придумал лауреат Нобелевской премии Пауль Эрлих, гибло до 10% пациентов. Но сифилис почти кончился. И на его место тут же пришел туберкулез. От стриптомицина Нобелевского же лауреата Залмана Ваксмана, родом из белорусской деревни, глохли и слепли. Но чахотка, косившая тех, кто выжил от сифилиса, перестала быть главным орудием бездарных драматургов, которые не знали, куда сунуть надоевшего персонажа пьесы. Место туберкулеза тут же занял полиомиелит. Вакцину Нобелевского лауреата Джонаса Солка испытывали в домах для умственно отсталых детей. Ну и наконец, когда кончился полиомиелит, начался ВИЧ, который оттуда из Африки исколыбели человечество и его древних недугов. Открытый Нобелевским лауреатом Люком Монтанье, он теперь затаился внутри клеток. Впервые эволюция лекарств, которые тормозят развитие вируса, опередила эволюцию самого вируса. И все вроде успокоились. Но природа не терпит равновесия, и Пушкинский Мефистофель посылает новые испытания, сключенные колбаской вирус Эбола. Ну а с другой стороны, не было бы голландской и английской великой чумы, не обезлюдили бы наполовину торговые сверхдержавы, не вспыхнули бы там первые буржуазные революции, и не возник бы средний класс. Да и вакцины, антибиотики, простая гигиена, весь этот прогресс от страха заразы, новой чумы. Эпидемия – это один из самых мощных двигателей эволюции человечества. Именно они порождают титанов науки. Луи Пастера, Илью Мечникова, Поля Эрлиха и Александра Флеминга. Ну а сейчас Эболу нечем лечить, гениев нет. Того самого Томаса Дункана от отчаяния лечили неким брендицитофавиром, трижды неудачным кандидатом на лекарства от рака, спиды и герпеса. И не получилось. Зато в тихих канадских лабораториях компании «Текмира» рождается новый класс лекарств, генетических, невиданных раньше. А в оранжереях крошечного стартапа «Зетмап» растет волшебный табак, листья которого научили вырабатывать сыворотку от новой великой чумы. И это обязательно кончится великой победой, нобелевским триумфом, прославлением величия человеческого разума. Ну а после пира опять придет новая чума, к сожалению, это уже похоже на неизбежность. Эпидемия Эболы показала, Россия не Европа и не сверхдержава. Потому что самые страшные новости у нас, это не вирус, который каждый житель западного мира теперь уже знает в лицо, а бешенство Госдумы, падение рубля и бар или нефти. И границы мы закрываем от утечек государственных тайн. Иногда оказываться на обочине прогресса бывает очень выгодно. Спасибо. Спасибо, Паша. А сейчас небольшая реклама.